Здравствуйте! Звезда Сириус, знаете, такая привлекательная, очень яркая звезда на нашем небосклоне, очень важная с точки зрения предсказания календарных дат, ну, по крайней мере, в старое время так было. В Древней Египте, значит, заприметили, как только Сириус появляется над горизонтом, значит, жди разлива Нила. А в Древнем Риме эти времена называли собачьи дни, самая жаркая жара начиналась, когда на нем появлялся Сириус, так сказать, собачья звезда, ее так еще там называли. Ну, так вот, значит, я, собственно, рассказать вам хочу историю, так сказать, поучительную историю по поводу того, как хорошо изучать древние языки. Дело в том, что во многих старинных текстах, древних текстах, античных текстах, греческих и латинских, иногда Сириус называют красным, а Сириус никакой не красный. Сириус голубоватый, это видно невооруженным глазом, да? И в старые времена его так тоже называли многие астрономы, голубоватый, и в то же время говорили про красный Сириус. В чем дело? Ходили разные разговоры. Вот это вот такая общая фотография Сириуса, а вот поближе, смотрите-ка, эта фотография сделана через современный космический телескоп, и видно, вот посмотрите, вот видите, вот так вот перекрестие вот этих вот лучей, которые получились от некачественного преломления в оптике телескопа. И вот тот, который в нижний левый угол идет, лучик, чуть ниже его светящаяся точка, видите, да? Это спутник Сириуса, наконец его смогли разглядеть из Земли, так вот явным видом, ну не Земли, а из околоземного пространства. Этот спутник называется Белый Карлик. Белый Карлик, когда-то это была звезда, типа нашего Солнца, она потихонечку горела-горела, потом она вся прогорела, вся энергия у ней, значит, весь синтез закончился, да? Вот, кстати, тут на картинке кое-что видно, да? Вот, Сириус, Юпитер, маленькая звездочка, солнышко такое вот, чуть поменьше Юпитера, сам маленький, красный такой вот Сириус, там называется звезда Вольф-359. Но дело не в этом. Дело в том, что по мере прогорания топлива термоядерного внутри звезды начинаются идти более, так сказать, горячие реакции, синтез углерода начинается идти вместо синтеза гелия, и звезда раздувается, превращается в красного гиганта. И вот тогда-то, в ту пору, когда Белый Карлик был красным гигантом, вот тогда-то Сириус должен был казаться красным. Он холодный, раза в три холоднее Сириуса, зато большой по площади, по поверхности, он должен был быть красным гигантом. Но его не могло быть так совсем недавно, это же, ну что, две-три тысячи лет тому назад, все эти воспоминания, это не так быстро. Вот он, тоже Сириус, а правее его теперь нарисован вот этот самый Белый Карлик, его, значит, ближайший сосед. В чем же дело? Только знающие древние тексты люди смогли объяснить, в чем дело. То есть тут, понимаете, как вот, как важно, казалось бы, ненужный для астрономии сведения древнегреческий язык, как он важен для решения этой проблемы, оказалось. Проблему решили лет, наверное, 20 тому назад, в начале 90-х годов прошлого века. Вот. Проблема была следующая. Оказалось, что все-таки речь идет в этих текстах, в действительности, в древнегреческих, о том, как выглядит Сириус, когда только-только появляется на небосклоне. Только-только появился, значит, он невысоко поднимается над горизонтом. Когда что-нибудь невысоко поднимается над горизонтом, луна, например, лучи света проходят через атмосферу, рассеиваются в ней, а там в атмосфере пыль еще бывает, а много чего всякого бывает в атмосфере, и оно кажется красным. Помните, как вот низко находящийся над горизонтом луна иногда кажется красноватой, зловеще красноватой. Так вот и Сириус, когда только-только появился, когда только-только начинаются собачьи дни, и вот-вот ждут разливы Нила в Египте, он красноватый, красный. Всего лишь навсего и все. А ведь сколько было разговоров о том, что вот рядом с Землей взорвалась когда-то совсем недавно новая звезда, так ничего этого не было. Желаю вам удачи, всех вам благ, пока.